Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, хочу выразить признательность всем вам за то, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Петербург. Очень рад видеть здесь, в этом зале, лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, с исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнёрства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга. Подчеркну, такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной, дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным для всех наших стран вопросам. Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере. Как обычно, к утверждению, готовится солидный пакет совместных документов. Мы, конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнёрства в рамках СНГ. Подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик, в частности, через наращивание двухсторонних и многосторонних кооперационных связей, обеспечению технологического суверенитета. В этом контексте хотел бы упомянуть, что экономическое сотрудничество между нашими государствами последовательно расширяется. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30%, до 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии этого года вырос ещё на 7%. Уверен, развить такие позитивные тенденции позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаимных расчётах между странами Содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении уже многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре. В целом это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции. В нашем кругу затронем, конечно, и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению. Важно обмениваться мнениями и о продвижении нашего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым Жамарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Такаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения. И без всяких сомнений, это практическое измерение, имея в виду, что в России работают, трудятся миллионы, без всякого привлечения, именно речь идет о миллионах, миллионы граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, но и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей. Мы, конечно же, поддерживаем предложение президента Казахстана и, со своей стороны, будем делать всё для скорейшего воплощения его в жизнь, в том числе с учётом того, что следующий 2023 год объявлен в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения. Ещё одна тема для обсуждения – это подготовка к предстоящему, также на следующей неделе в Астане, первому в истории саммиту в формате «Россия и Центральная Азия». Напомню, что этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центрально-азиатскими государствами. Уважаемые коллеги, у нас действительно много вопросов. Мы пока сейчас собирались, уже начали обсуждать некоторые из них, и они все представляют для нас такой существенный интерес в сфере экономики, в социальной области, в международном правовом аспекте. И уверен, что мы сегодня проведём полезную встречу. Ещё раз хотел бы выразить благодарность за то, что вы откликнулись на приглашение и приехали в Санкт-Петербург. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо.